здравствуйте друзья кузнецова дмитрий на связи компания аля а вот смотрите специально думаю дай-ка выложу этот ролик поднял из архивов он незаслуженно так скажем так забытый на мой взгляд неплохой ролик очень хорошо в самом скажем так начале когда мы только стартовали наш канал делали вот дал определенный толчок а но дело даже не в этом в том что ну кто новости читает знает что ханты-мансийский банк открытия именно тот самый открытие банк сейчас мягко скажем прекратил свою деятельность ведет ее в ограниченном формате и уже кризисный управляющий назначен то есть банк не справился собственно говоря с ответственностью в большей либо меньшей степени нарушал закон о банках и банковской деятельности а как они вы слышали дал даже формате взыскания с меня якобы долго рвали на себе рубашку вот эти вот коллекторы как они кричали верещали пытались спокойно говорить но на разных интонациях пытались мне сказать что все равно придется отдать деньги я сейчас обращаюсь к тем кто верит вот этим все равно придется отдать деньги еще раз друзья мы заявляем в отношениях между банками закон на нашей стороне и уж кто кто нарушает закон так это они ваши кредиторы поэтому не бойтесь время не так много прошло и она доказала правоту злободневность актуальность нашего канала поэтому подписывайтесь на наш канал лайки ставьте само собой те кто хочет стать под юридическую защиту вся информация есть в описании ролики ролика необходимая не забудьте пожалуйста посмотрите видео на сайте обязательно на нашем основном ну а мы с вами слушаем ролик который наверняка многим из вас понравится кто уже слышал с удовольствием на думал переслушивать а кто не слышал получат скажем так хорошее удовольствие итак поехали мба финанс взыскивает алло 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 дальнейшего игнорирования требований по погашению задолженности материалы вашего дела будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела на основании наличия ваших действиях признаков состава преступления предусмотренного татьяне 159 165 177 уголовного кодекса российской федерации санкция лишение свободы на срок до двух лет для уточнения информации свяжитесь с нашим специалистом по телефону 8 800 555 51 78 звонок бесплатный для соединения с каратором оставайтесь на линии мишин иван николаевич да да не помню не помню не помните как так забыли куда разделить очень плохо а как про кредит вы помните перец автоматическим банком открытия вы оформлены в декабре четырнадцатого года которым они платят на протяжении 50 дней сумок который составляет у вас уже 610 вспомнили да спасибо вспомнил замечательно хорошо тогда наверно вспомнили почему его не погашает а вот дорогу что не получится у тебя ответ получить в твою компетенцию не входит получать от меня ответы твоя задача на основании агентского договора ознакомить нас с информацией да да я скажу но я же тебя послушал имей совесть ну ты чё предупредить о возможных последствиях не будешь слушать да ты вынуждаешь меня на конфликт нет тогда послушай пожалуйста а то же вас сначала робот наш кошмарит клиентов потом какие-то не да робот там меня по сто семьдесят седьмой посадил собирался да ну кто там звонит по сто пятьдесят девятый ты работаешь от богатой фирмы благодаря таким идиотом как ты она богатеет давайте сразу скажем что мы имеем право как раз не получать от вас вам непосредственно ответы потому что все данные запись разговора предоставляется банк мы это что обязывает меня тут распинаться перед тобой что ли или что я вам задал вопрос я вам задал вопрос ну я тебе ответил что ты не получишь на него никакого ответа максимум можем можем с тобой поддискутировать на предмет юридических знаний твоих и моих насколько они у тебя ограничены и насколько я превосхожу тебя вот в этом формате ну дело в том что дружок я в отличие от тебя 14 лет юриспруденцией занимаюсь я практикующий адвокат да да конечно хорошо а это я тебе не буду давать ответ дуду и ладно тебе да больше ты почти угадал три с половиной миллиона три с половиной миллиона долги у меня да 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 хороший адвокат конечно потому что я плачу по 500 рублей и жду не дождусь пока твой там банк который тебе делегировал как ты утверждаешь отношений я его не покупал да куда тебе в ведро помойное купить на твои доходы практикующий адвокат должны понимать да ну ты приготовился быть обосранным давай задавай свои вопросы а вы практикующий адвокат знаете сколько культуры общения вы же наверное я разделяю я разделяю очень аккуратно с кем культурно общаться а кого посылать в лес сейчас ты еще максимально культурный диалог слышишь а это максимально культурно да в отличие вот в отношении к тебе придурок но если у вас данные в непосредственном выражении считай это максимально культурно да нет ты по делу давай говори что ты на эмоции это переходишь тебе я понимаю неприятно а ты мне можешь ответить что тебя толкнуло пойти на эту работу вот с коллектором а ну объясни пожалуйста пожалуйста просто сегодня будет человек что надо сказать какие эмоции у тебя эмоции у тебя сейчас подрывает там ну тебя там пердак рвет же да вот ты нарвался на адвоката и боишься даже сейчас продолжать разговор потому что не дай бог вот твои твоих знаний вот этих начальных не хватит потому что методичка она так давай на данный момент какой статьи еще раз плохо слышу номер статьи скажи номер статьи 307 так что там написано ну у тебя сейчас методичка перед глазами что там написано вот просто цифра 307 дальше что методички в универах и в колледже у меня методички нету ну тогда объясни мне что написано в статье под номером 307 что ты ага только не заголовок читай а всю прочитай мне ну давай 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 ну хорошо заголовок прочитай заголовок прочитай как вас там учат страшные слова прочитай что ты на память хочешь сказать что помнишь можно я уже отвечу на ваш вопрос разрешаю спасибо спасибо вам большое ну пожалуйста пожалуйста так вот 37 статья глотить что непосредственно согласно условиям данного вашего договора который заключается с банком банк на основании данного договора называется статья понятия обязательства требует от вас исполнения ваших обязательств ну вернуть денежные средства или выполнить какие-то услуги вот как раз таки на данный момент Дмитрий слушай дурачок а ты здесь при чем вот между моими отношениями с банками и ты это я требую Дмитрий Евгеньевич я сказал что это я требую а че ты сказал текущий адвокат должны понимать что мы являемся а где документы брат лихой где документы от банка и текущий адвокат Дмитрий Евгеньевич волнуешься я вижу волнуешься ну давай я нет я просто не волнуюсь я просто вас не понимаю как вы ну тяжело тебе конечно без мозгов то небось текущая практика не понимает этого кого? чего? я должен понимать российской федерации нет ни одной статьи ни одной поправки ни одного закона который гласит что если банк заключается в коллекторской организации агентский договор агентский договор подразумевает обязательное уведомление всех сторон участвующих в договоре о появлении в договоре нового посредника почитай вот ту статью на основании которой агентский договор заключен что тебе продиктовать? обойдешься надо внимательно слушать я тебе скажу что в любом договорном формате если появляется третье лицо каждая сторона должна быть уведомлена письменно или устно мне никто ничего не сообщал да ладно тебе где у меня документы от банка если бы у меня были документы от банка и доверенность на как там Мишин да тебя так я с тобой бы знаешь как вежливо бы общался я бы тебе на вы говорил я бы даже с тобой встречу попытался назначить а у меня этого ничего нет дружок я его читаю каждый день по 5 раз у меня работа такая я защищаю людей понимаешь и прочитайте еще раз там нет ни одной из посильных ха-ха-ха-ха слушай откуда вас берут таких идиотов а вот ментуганных каких то вот ты что неужели ты уверен в том что ты говоришь а тебе вот что не взяло то что ты с человеком разговариваешь с компетентом а сам ты упырь который не знает себе места что я тебе прочитаю что ты там прочитаешь ну прочитай давай прочитай давай загугли его прочитай не само твой имени за что принципиал приобретает кровать там это даже агент хотя бы да нет ты говори нормально читай тебя в ютюбе будут слушать ты че ты че там тараторишь ты прочитай нормально и про принципиалы и потом скажи мне кто такой принципиал и на нем есть обязанности а да ладно а может я в Таиланде сейчас а вы пожалуйста а мне нет филиала банка а Таиланд в Африке а вы знаете свою ошибку Таиланд замечательно че не в Африке думаешь ну вот тут ты сориентировался на уловочку не попался да а то вы а то вы Дмитрий Евгеньевич четыре года занимаетесь практикой ааа ааа все тебе завито что ты на этом заострился то или че ну тебе не суждено тебе попрошайкой телефонной суждено работать всю жизнь я на данный момент фиксирую отказ а че тебе остается еще раз мне очень нравится общаться с такими да потому что ты идиот вот тебе и нравится Мне просто нравится общаться с людьми, которые думают, что они вовремя правы Слушай, ты в YouTube-море за тебя заглавлю специально Миши Я там не работаю в Альянс Финансе, компания по-другому называется Если у вас, Дмитрий Евгеньевич, такой стар, 14 лет, не менее, имеете долги 3 миллиона Я думаю, что организация ваша давно могла развалиться, так что всего доброго Да тебе кажется, ты крестись, придурок Если да, нет, Дмитрий Евгеньевич Тебе не кашлять, уебок Так нормально? YouTube смотри